Все углы, все течет, течет и на розетку сюда, все уже, стены выглядят, это просто, знаете, как бомжовская квартира, вот, и с той стороны, то есть течет, вот, потому что на ту стену попадает. Здесь вообще караул все залито. Я бегала, и микроволновку, я до сих пор боюсь ее включить, потому что я не знаю, на нее текла вода, я пришла, тут вода течет. Я не знаю, попала туда или не попала, слава богу, холодильник остался еще живой. Проводка горела, а плитка отваливается, ведь стены и потолок не просыхают почти месяц. Из ванной Марина Полякова не спешит убирать огромный таз. Боится, что он может понадобиться в любую минуту. За последний месяц ее квартиру в доме номер 7 на улице Предзаводской затапливала уже 4 раза. Полы, я говорю, я очищала этим топором железным, ножом, потому что уже чернота пошла, то есть полы начали гнить, просто реально начали гнить полы. Запах вы чувствуете, да, это сейчас еще выветрилось, у меня ни днем, ни ночью окна не закрываются, чтобы хоть как-то выходило. Я вот и вытяжку включаю периодически, с феном хожу, тут сушу, ну как-то надо выживать. Все началось 4 августа. Женщина пришла домой и обнаружила, что вся комната в воде. Поток не останавливался до прибытия аварийной службы, потому что слесарь из управляющей компании помочь не смог. Это около пяти часов. За это время затопило и соседей снизу. История повторилась в пятницу, а потом в воскресенье, причем сразу два раза, в 12 и в 2 часа дня. Виноваты соседи сверху, которые не живут в квартире почти два года. По фотографиям видно, что трубы в их квартире давно сгнили, а в стояке дыра толще человеческого пальца. Знаю о таком положении вещей, все давно прекрасно знают. Даже год и 8 месяцев назад, я уже повторяюсь, меня уже затопило так, что мне пришлось все выкинуть. У меня просто ничего не осталось. Просто всю мебель, все, от и до. Все, что на полу, чтобы все выкинуть пришлось. Управляющая компания признавать вину не спешит. Какие-либо действия там начали предпринимать только после обращения Марины Поляковой в полицию, где она написала два заявления. Теперь женщина пытается добиться решения проблемы. Ведь каждый день она живет, как на пороховой бочке. Если меня не будет дома, я работаю два через два, а два дня я езжу с внучками сидеть. Если меня не будет дома, может каратуть, может все что угодно. И пожар, все что угодно может случиться. Вы понимаете? Но почему об этом никто не задумывается, я не знаю. Чтобы избежать трагедии, женщине пришлось взять вынужденный отпуск. А между тем в управляющей компании ее продолжают кормить завтраками. Мы там вчера были, все смотрели. Мы в ближайшие буквально на этой неделе ставим туда другую насквозь. С верхнего розлива до вас. Конкретные сроки решения проблемы никто не называет. А к новому залитию Марина Полякова готовится к каждую минуту. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».